Добрый день, уважаемые коллеги! Мы представим выступление «Поддержка специальной военной операции в библиотеках Чувашской Республики». Библиотеки Чувашской Республики активно проводят мероприятия в поддержку российских солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. В марте 2022 года сотрудники нашей библиотеки подготовили актуальную информационную подборку «Сила в правде, правдознание». Подборка знакомит с достоверными источниками, защищающими историческую правду, содержит сценарии проведения уроков патриотического воспитания, списки литературы по данной теме, документальные и художественные фильмы о неофашизме. Подборка состоит из нескольких разделов. В первом разделе, который называется «Факта нельзя переписать», даны ссылки на документальные источники. В разделе, чтобы помнили, можно познакомиться с документальными художественными фильмами о фашизме и неофашизме. В следующем разделе «Горечь памяти» представлены музеи, хранящие историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В помощь учителю предложены сценарии проведения уроков патриотического воспитания, списки литературы по данной теме. А для детского и подросткового чтения предназначен раздел «Читаем книги о войне». Также на баннере представлены такие разделы против фейков, где мы рассказываем о фейковой информации. Есть отдельный раздел «Позывной русский». В этом разделе вы можете найти стихи, посвященные специальной военной операции. Отдельный раздел «Видеоклипы», «Благотворительность» и последний наш раздел – это работы художников, где можно познакомиться с работами современных художников, которые пишут по теме специальной военной операции. В Национальной библиотеке проводится множество мероприятий в поддержку российских солдат и офицеров. Так была проведена спич-сессия «Вся сила в поддержке». Она была проведена в социальной сети ВКонтакте. Каждый раунд сессии содержал информационный, библиографический, фактографический, графический материал актуальной проблематики. Подписчикам социальной сети предложили познакомиться со статьей президента Российской Федерации Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Продемонстрировали различные мультимедийные материалы на тему русских-украинских отношений, событий древней Киевской Руси, военных лет. Ну и также была проведена акция «Ответ дает история». Стали готовиться тематические коллекции, которые предлагаются читателям Национальной библиотеки. И финалом данной спич-сессии стала гражданская акция «Вся сила в поддержке», которая объединила студентов, педагогов, специалистов, руководителей, лидеров общественных движений, деятелей культуры и искусства. Программа гражданской акции «Вся сила в поддержке» включила ряд спичей исторического, политического, юридического и патриотического толка. Были также творческие выступления, были также институционные задачи и видеоряд. И общий мотив всех выступлений – это защита исторической правды, правильное понимание политической ситуации, сохранение единства и солидарности, гражданская активность. Примером практического участия в известных событиях показали лидеры и члены молодой гвардии, которые собрали гуманитарную помощь для жителей Луганской, Донецких народных республик и совершили поездку на Украину. Команду спикеров гражданской акции представили проректор по молодежной политике и социальной работе Чубашского государственного университета имени Ульянова Александр Цветков, председателем межрегиональной общественной организации «Здоровая нация» Кирилл Лукин, руководитель регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Андрей Шакулов и музыкант, актер, режиссер Юрий Спиридонов. Гражданская акция продолжила библиотечные мероприятия в поддержку вооруженных сил России. Библиотекари республики также проводят различные мероприятия, рассказывающие о подбегах наших солдат в борьбе с нацистами на территории Украины. Это патриотические часы героя СВО, наши земляки. Это интерактивные площадки «Мы за мир». Это исторические уроки «За наших» и много других мероприятий. Особой популярностью пользуются встречи, организованные библиотекарями. Это встреча с участниками специальной военной операции. Вот одна из таких встреч прошла в стенах Центральной библиотеки Юрнарского района. Военнослужащий Андрей Николаев приехал на краткосрочный отпуск, пришел в библиотеку и библиотекарем и читателем рассказал о подвигах наших солдат. В библиотеке Батаревского муниципального округа также посещают военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Таких встреч достаточно много и библиотеки активно организуют встречи со школьниками, со студентами, с жителями муниципальных округов. Библиотекарь республики также оказывают гуманитарную помощь нашим бойцам, коллегам из новых регионов. Помогают кто чем может. Медикаментами, домашними заготовками, теплыми вещами. Например, соглашение о сотрудничестве заключила библиотека Детский информационный центр имени Гайдара объединения библиотек города Чебоксара с муниципальным бюджетным учреждением Централизованная библиотечная система город Макеевки Донецкой народной республики. Все неравнодушные приносили в библиотеку книги для передачи их библиотеки Донецкой народной республики. Очень интересен пример жителей Янтиковского муниципального округа. Женщины и активисты сельских поселений собирают для участников специальной военной операции травяные сборы, которые не только хорошо согревают в холодную погоду, но и укрепляют иммунитет, насыщают организм витаминами. Библиотекари считают, что солдаты, заваривая чай, хоть на мгновение перенесутся в родные и знакомые края, где были собраны эти целебные травы. Активисты также научились собирать сухие армейские души для участников специальной военной операции. На сегодняшний день было собрано 300 штук армейского душа. Работники культуры муниципальных округов плетут маскировочные сети, которые позволяют обмануть врага и лишить его ориентировок, спрятать позиции. Практически во всех муниципальных округов есть центры, как правило, они располагаются в домах культуры, в сельских библиотеках, где организовано такое плетение сетей. Участники клубных формирований сельских библиотек, присоединяются к благотворительным акциям, например, к известной благотворительной акции «Тепло для солдата». Так жители Красночитайского муниципального округа, Маргаушского муниципального округа вяжут шерстяные вещи для наших солдат. Такая работа продолжается и будет продолжаться. Библиотекари рассказывают о подвигах наших солдат во время проведения миротворческой специальной операции на территории Украины. Объясняют, как важна поддержка нашим ребятам, которые защищают честь России. Потому что знать историю значит быть патриотом, думающей свободной личностью, которая умеет ориентироваться в современном мире. Спасибо за внимание.